всем привет сегодня четверг и как обычно по плану мой брифинг сегодня что сегодня рассмотрим с вами некоторые валютные пары посмотрим bitcoin посмотрим обязательно американский рынок в частности разберем индексы и в корреляции с индексами вы сможете принимать решение уже по отдельным акциям по отдельным секторам расскажу о фундаментальной обстановке расскажу о технической картине и сможете на этом плане на этом фоне сделать вывод и принять какое-то торговое решение давайте сразу же перейдем графика мы будем обсуждать повестку дня на данный момент времени у меня есть только единственная позиция по валюте она в принципе единственная маркетс это позиция на покупку по евро фунту которую я пока не планирую корректировать среднесрочная это позиционная области первичный ретест обязательно стоило попробовать да мы здесь добрались технически до первой области фиксации но я не закрывал даже частично решил подождать и посмотреть на развитие ситуации она такова что есть потенциал роста вплоть до 0 9 и даже вплоть до 0 91 пока ничего менять не буду если будет падать ниже изначальной области спроса возможно буду фиксировать с гораздо меньшим убытком но пока никаких причин для этого нет это единственная сделка по поводу того что можно сейчас торговать доллар рубль если кто-то брал в районе 73 с половиной в районе 75 его стоит удерживать и технические и фундаментальная ситуация такова что потенциал роста вполне может быть и несмотря на ежедневные вливания в рынок денег это сдержать не получится сейчас очень активно распродают доллары но это временное явление временный эффект а на самом деле ожидаемый курс гораздо выше чем текущий поэтому если кто в лангах можете в них оставаться и технически фундаментально есть причины для развития этой ситуации в сторону роста по новозеландцы у меня стоит лимитный ордер на 63 64 20 этот ордер остается актуальным несмотря на то что цена торгуется сейчас по 59 в районе 60 то есть в принципе ордер актуален среднесрочный он позиционный если кто не понимает причины его постановки сейчас объясню во первых хорошая зона предложения которая является технической и которая имеет рамки риска достаточный для удержания позиции и нивелирование влияния рыночного шума поэтому попробовать стоит фунт доллар тоже интересная ситуация уже было уже была попытка ретеста области 2150 тире 120 еще раз еще раз можно попробовать но можно занизить уровень входа до 21 21 10 риск ниже 120 можно попробовать взять длинную позицию технически она может быть востребованной что касается евро доллара сказать ничего не могу это не интересно если речь вести о нефти я бы не рекомендовал ее торговать во-первых сейчас если речь брать о севди то расширение спредов очень большие во вторых ролловер космический платы за перенос позиции я не вижу смысла торговать нефть если говорить о допустим фьючерсах то размер контанга очень большой и в целом условия сейчас такие что заработать на нефти сложно и те кто покупал нефть на контракте срочном скорее всего очень пострадали многие большинство и даже те кто был в коротких у многих по отменяли прибыль на падении в общем пока сфера не готова к такому и лучше торговать что-то более спокойное биткоин потенциал роста есть идет сжатие выше 70 выше 700 потенциал открывается поэтому возможный импульс смотрите мониторите но не отбрасывайте 6 500 если цена упадет ниже 6 500 это излом будет этого цикла рыночного излом тренда и скорее всего очень большая вероятность падения поэтому если хотите брать длинные или они у вас уже есть пока потенциал остается и длинные более вероятны особенно касается закрепление выше 7 100 выше 7 300 тогда уже будет более свободной более свободным движение если будет падать ниже 6 500 я бы закрывал длинные переворачивался в короткие это все что я хотел бы сказать по споту если вести речь о акциях о фонде у меня до сих пор короткие поясом пи я вчера закрывал часть коротких половину и сегодня снова переоткрыл эту же часть то есть получается немножко более краткосрочные сделки делать на всех этих движениях изменения процентные не такие волатильные как это было на перед на предыдущем падении но исключительно технически и вы можете видеть что сейчас во первых есть некий сложившийся тренд который в какой-то момент времени уже немножко сломался и потенциал падения цикличные 2 600 2 500 это область и сюда может перейти чтобы начался новый виток роста и эта область которая взята она взята позиционно ее обязательно стоило попробовать поторговать в короткие и пока я своих планов в этом ключе не меняю сегодняшний более свежий анализ открытого рынка который опять же свою очередь я торгую который уже работает сейчас пока нам трейдингю задержка из-за того что я рассмотрю фьючерс а рынок 7 и сейчас закрыт смотрите восходящий тренд краткосрочного формата эта область предложения которую цена пришла первый раз и это область приоритета вот она находится здесь то есть куда может упасть пока падение в эту область не было излом тренда ретест зоны предложения есть потенциал и его стоит попробовать им стоит воспользоваться поэтому я нахожусь в коротких позициях длинные я готов смотреть и буду смотреть не на акциях то есть по коротким я предпочитаю все-таки работать индекс так как немножко меньше риск в плане волатильности немножко немножко большая диверсификация потому что ты шартишь общем в общем рынок общий пакет но если будет продолжаться рост после 2 500 2 600 я буду смотреть уже на покупку по акциям а шортить более высокие значения 3 300 буду по тем секторам которые наиболее пострадали то есть текущего роста недостаточно чтобы я видел какие-то перекупленные акции из пострадавших или секторов которые еще пострадают в ближайшем будущем пока тяжело определить и акции которые будут особенно падать но в будущем немножко более ситуация с индексом прояснится будем уже смотреть на короткий по акциям пока так потенциал падения 2 600 2 550 здесь нужно уже будет думать о том где что купить и смотреть на сми по поводу продаж более высоких значений это 3 300 это среднесрочно позиционно но сейчас идет накопление если все-таки из этого накопления пойдет на 3 то скорее всего не упадет для того чтобы мы увидели привычный рыночный цикл для того чтобы можно было продавать с трех нужно получить сначала ретест 2 600 2 500 увидеть отсюда спрос и и здесь уже будет некоторый ажиотаж и желание обновить максимум поэтому здесь можно будет повторно если сейчас из накопления идет то скорее всего падения отсюда не будет потому что каждое накопление в значениях предложения его игнорирование свидетельствует о том что рынок все-таки идет на повышение действительно поэтому пока так по европе то же самое если взять германию dax потенциал падения остается он актуальный биржа уже открыта и здесь идет накопление с нижней границы в районе 10 200 ниже 10 200 мы увидим потенциал вплоть до девяти с половиной а то и до 9 будет падать огромная доля вероятности рынок пытается уйти в пробой тем более количество заболеваний растет пока с экономикой с открытием полноценным все непонятно принимают меры но насколько они будут эффективны и будет ли второй всплеск это еще неизвестно по америке тоже в начале месяца будет вливать деньги вчера тоже позавчера приняли решение дополнительно влит денег сегодня то сегодня будет вливание посмотрим как скажется рынок нефти очень страдает компании которые связаны с нефтянка очень страдают банковский сектор тянется за этим всем так как кредиты являются сейчас дефолтными в основном по многим сферам бизнеса и если речь идти о нефтянке брал и брались кредиты под залог нефти по стоимости которая была ранее сейчас нефть не приносит никакого дохода один только убыток это многие кредиты сейчас уже пред дефолтные и многие компании в предбанкротном состоянии поэтому на всех денег не хватит и как только начнет сыпаться рынок сработает эффект домино то есть еще кризис он еще не наступил скорее всего будем смотреть поэтому я пока склоняюсь к шортам по всем рынкам если говорить о том что шортить допустим доу джонс или снп я бы предпочел снп а вот нападение если вопрос это что покупать покупать промышленность или покупать допустим какие-то технологические компании я бы все-таки брал те компании которые скорее всего будут поддерживать и которым не дадут исчезнуть с лица земли при этом которые очень сильно просели но и опять же коммуникации сейчас очень востребованы отчеты скорее у них будут положительные то есть это телефонные операторы это все что связано с интернетом то есть любые коммуникации софт и так далее в этом плане полупроводники будут тоже расти будут расти сферы онлайн стриминга стриминговые сервисы они показывают огромные доходности в отчетах ну а что касается всех сфер простое они будут падать поэтому от нападающих выбирайте выбирайте не те которые растут когда рынок падает это плохо то есть вы там не заработаете на падение рынка нужно будет выбирать то что падает вместе с рынком но росло аналогично вместе с рынком кто есть те активы которые повторяют рынок те которые падают сейчас и будут падать вместе с рынком скорее всего брать не нужно потому что у них все плохо ну и желательно конечно хотя бы элементарно просмотреть предыдущие отчеты просмотрев балансы компании то есть хоть какой-то фундаментальный анализ сделать вот такие вот сейчас дела Да, торговать Америку сейчас можно, торговать сейчас валюту тоже можно, есть кое-какие идеи, которые могут быть востребованы. По акциям, которым я советую вам присмотреться, это Amazon, Caterpillar, G&G, Johnson & Johnson и Netflix. Посмотрите на них, там есть интересные сценарии. Всем спасибо, всем пока!